Рады приветствовать вас на шестой церемонии вручения премии губернатора Московской области. По красной ковровой дорожке идут лауреаты ежегодной премии губернатора Московской области «Наша Подмосковья». Все они из Щелковского района. Каждый выполнил одно или несколько добрых дел, пользу от которых в той или иной степени ощутили жители нашего края. Шестая торжественная церемония награждения прошла в Национальном парке «Русь» в Ленинском районе. Премия «Наша Подмосковья» по-настоящему объединила очень неравнодушных, очень заботливых, внимательных людей. Я прежде всего хочу поблагодарить всех вас за ваши добрые дела и за ваше активное участие в жизни Подмосковья, в жизни нашей страны. В этом году премия «Наша Подмосковья» вручение наград происходит на чистом воздухе. Вот, кстати, за моей спиной развернулись семь интерактивных зон, где участники премии и лауреат обмениваются опытом и узнают о том, что было сделано за год их коллегами. Кстати, от Щелковского района 72 лауреата присутствуют здесь на вручении. Делегации Щелковского района было вдвое больше. Впервые на фестиваль приехали члены их инициативных групп. В этом году район на четвертом месте по числу заявленных проектов. В этом году у нас беспрецедентное количество лауреатов. Мы 72 победителя имеем, лауреата. Это очень здорово. И победители все такие яркие, все такие многогранные. И сегодня мы счастливые, приехали наконец на замыкающую церемонию. Необычный проект удалось реализовать воспитателю детского сада Щелково. Увлечь детей и родителей занятием с бездомными животными. Мы ездили в приют «Шанс». Нашли такой приют. У нас в Щелково есть замечательный приют, где нас хорошо приняли, показали нам животных, рассказали об этом приюте. Мы решили через этот проект, через детей донести до взрослых в том, что нужна помощь бездомным животным. У шатра «Патриотика» в парке «Русь» через много лет встретились ветеран боевых действий в Афганистане и Щелковского района, лауреат премии в размере 300 тысяч рублей Анатолий Тананаев и капитан первого ранга Владимир Овсянников из Домодедова. Приятно, что мы здесь встречаемся, именно как раз в месте, где представляются проекты патриотические. В Щелкове есть юнармия, мы с ней сотрудничаем, принимаем общее взаимодействие, проводим много мероприятий. В этом году соискателями премии губернатора остались 75,5 тысячи человек, ими реализовано 20 тысяч проектов. Значительная их часть выполнена не одним человеком, а инициативными группами. Победители и лауреата в этом году выбрано ровно 2018. Семь направлений, по которым принимались заявки на премию, охватывают все стороны жизни Подмосковья. В зависимости от количества вовлеченных в проект людей, размер премии составил от 55 до 500 тысяч рублей. Денежные сертификаты победителям вручали известные политики, общественные лидеры, народные артисты. Призовой фонд, как и в прежние годы, составил 180 миллионов рублей. Полмиллиона рублей получили создатели клуба «Супермамочки» из Одинцова, сломавшие стереотипы о жизни женщины после рождения ребенка. Они доказали жюри, что декретный отпуск может быть интересным, насыщенным и полезным. Я этих женщин знаю, женщин в Подмосковье знаю года четыре. Я занималась их проблемами, когда была уполномоченным по правам ребенка. Я знаю, как трудно достигалось то, к чему они шли. Поэтому, ну, конечно, я счастлива. Конечно, мы уже все подругами стали. От года к году народу, участвующих в этой премии, становится все больше и больше. Это говорит о том, что действительно это востребовано, это интересно. За шесть лет существования премии в конкурсе приняли участие более 200 тысяч человек. Каждому удалось сотворить свое доброе дело. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова